Новый пассажирский долгожданный в сети эпитета российском самолёте МС-21. Мировая премьера, или как говорят специалисты, выкатка состоялась в Иркутске. О прикованном к этому событию внимании репортаж Клима Санаткина. Он появился под звуки рояля, на котором сыграл Денис Мацуев. Магистральный самолёт 21 века имени легендарного авиаконструктора Александра Яковлева. МС-21. Мировая премьера. От маленькой модели до реального самолёта МС-21 называют лайнером мечты, аналогов которому сегодня просто нет инновационной технологии. Не только в дизайне, конструкции, но главное скрыто внутри. Борт отвечает самым высоким требованиям. И что ещё важно, что борт впервые на современных гражданских судах синтегрирован российскими компаниями. То есть ядро, вся вычисленная система наша. И мы очень благодарны тем нашим партнёрам иностранным, которые принимали участие в этом проекте. Но увязка самолёта, увязка борта – это наша собственная компетенция. Под это мы создали отдельный центр. Конструкторам удалось создать оптимальную форму носовой части и обтекателей. Таким образом, чтобы сделать самолёт наиболее устойчивым в небе. Новые двигатели уменьшат расход топлива, снизят уровень шума и выброс вредных веществ. При этом дальность МС-21 на 600 километров больше, чем у конкурентов. По задумке конструкторов он должен заменить устаревший советский Ту-154 и потеснить зарубежные аналоги Аэробус-320 и Боинг-737. Новый самолёт по большинству показателей превосходит своих конкурентов. И дело тут в деталях. Если фюзеляж традиционно алюминиевый, то вот крылья и хвост из особых аэрокомпозитных материалов. Их ещё называют чёрное крыло из-за естественного цвета изделия. Оно сейчас скрыто под обшивкой. По сути, это сверхпрочный пластик. Во время его производства с него буквально пылинки сдувают, чтобы не нарушить технологию. Такое крыло дешевле, а главное легче. Всё это сказывается на аэродинамике и безопасности. Он может свободнее парить в воздухе, снижая нагрузку на двигатели. В 2015-м в рамках авиасалона «Макс» первый фюзеляж был представлен президенту. Сегодня на выкатке МС-21 присутствовал Дмитрий Медведев. Он отметил значимость проекта и его уникальность на рынке авиаиндустрии. Круто, что можно сказать. Новые проекты в авиастроении по вполне понятным причинам дело совсем не дешёвое. Вообще, государства, у которых развито авиастроение, их очень немного. Это, что называется, высшая лига. И мы ни в коем случае не должны из этой высшей лиги исчезнуть. Поэтому мы работаем на перспективу и будем и дальше обновлять парк российской гражданской авиации. Планируется выпускать две модели. МС-21-200, рассчитанные на перевозку от 132 до 165 пассажиров, и МС-21-300. Он сможет разместить на борту до 211 человек. При этом сегодня уже подписаны 175 контрактов на поставку самолётов как в Россию, так и за границу. В цехах уже идёт сборка новых лайнеров. Это фюзеляж второго МС-21, который планируют закончить уже в конце этого месяца. После чего его отправят в Центральный аэрогидродинамический институт в Жуковский на статические испытания. Проверка на прочность, герметичность, нагрузка на крылья. Его попытаются в буквальном смысле сломать, чтобы узнать максимальные возможности нового самолёта. На обшивку установят специальные датчики, которые проверят каждый сантиметр. Ожидается, что обслуживать самолёты в аэропортах технические службы смогут гораздо оперативнее. Его подготовка к полёту за счёт оптимизации систем займёт меньше времени. Салоны просторнее, а значит пассажиры смогут быстрее совершать посадку и высадку. Мощность двигателя тоже очень хорошая. Ну и этот проект позволил поддержать отечественного производителя в изготовлении наших новых современных авиационных двигателей. Годы испытаний и новых конструкторских решений. Про МС-21 уже сейчас говорят как о будущем не только российской, но и мировой авиации. Испытания нового самолёта продолжаются. Сейчас он проходит сертификацию в рамках международных стандартов. В небо этот красавец должен подняться уже в конце этого года. Серийное производство планируют начать в 2017-м. Мы построили первый суперсовременный самолёт. Я, например, лично просто рад. Клим Санаткин, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов, Елена Штоколова и Екатерина Яровенко. Первый канал. Иркутская область.